Субтитры создавал DimaTorzok Азербайджанского телевидения в гостях, у которых побывал российский дипломат и общественный деятель Сергей Александрович Марков. Личность, прямо скажем, одиозная. Некоторые даже называют эту личность ватной, но мы переходить на личность, извиняюсь за автологию, не будем. Тем более, господин Марков, профессор политологии МГИМО, а этот вуз, как известно, курирует Ильхам Алиев, выпускник одноименного вуза. А с 2011 года в этом же вузе Раджеп Таип Эрдоган является почетным доктором МГИМО. Короче говоря, каждый вуз выживает как может. Ну, вы меня поняли. Так вот о Маркове в Баку. Вы когда-нибудь видели на армянском телевидении, чтобы с гостем программы, с гостем из-за рубежа, состоялся разговор об Азербайджане, который бы занимал большую часть программы? Вот и я не видел. Либо затрагивается сама проблематика процентов на 10-15 общего эфира, либо вообще не вспоминаются братья наши меньшие на Востоке. Но в Азербайджане совсем все не так. Глядя на соседские СМИ, иной раз полагая, что если бы не было армян, то их бы стоило придумать Азербайджану. Прямо как ситуация с евреями в России 90-х годов. Ведь надо же на кого-то пенять. Эфир программы азербайджанской, честно говоря, так называется передача, пестрил хронометражом почти 35 минут. Из них 25 минут, заметьте, из 35 целых 25. Ведущие с гостем обсуждали Армению и армянское лобби в России. Почти 80% эфирного времени. Между тем, начали с того, зачем приехал, собственно говоря, господин Марков в Баку. В качестве наблюдателя парламентских выборов в Азербайджане, коих проигнорировали на Западе. Считая, что любые выборы в Азербайджане идут врозь с демократией. По сути, у Азербайджана проблема. И проблема довольно-таки большая с Западом. И ведущие с Марковым должны были обсуждать эту самую проблему. Но на внутренние проблемы Азербайджану хватило только 10 минут. Все остальное время обсуждали армян. А началось с того, что ведущий поинтересовался, почему так мало в России знают азербайджанские СМИ. И тут Остапа понесло. Но я думаю, что здесь большую роль играет и большое влияние армянской диаспоры в российских средствах массовой информации. Огромное. Лобби, точнее. И диаспора, и лобби. Ну, диаспора, как философ могу сказать, базовым является диаспора. А диаспора в действии превращается в лобби. У нас, знаете, я бы сказал так. Армяне в России играют немножко ту же самую роль, как евреи в Америке. Контролируя огромную часть средств массовой информации. Никакого ни российского, ни нациалистического отношения. Но просто это факт, который, так сказать, все прекрасно представляют. И вот это влияние из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном, оно тоже, мне кажется, оказывает серьезное. И мы знаем, что азербайджанцев-то живет в России не меньше, а может быть даже больше, чем армян. Однако вот эта вот азербайджанская диаспора, она до сих пор не оформлена как единое целое. Хотя, по объему людей и по объему богатства, я думаю, что армянская и азербайджанская диаспора в России почти одинаковы. А когда же сформироваться в Москве азербайджанской-то диаспоре, если она в самом Азербайджане еще как нация толком не сформировалась? Этноним иранский, язык тюркский, сами кавказы-албаны, а в 90-х и вовсе толком разобраться не могли, как называть родной язык. Тюркский или азербайджанский. Между тем, в Москве имеется армянский переулок, название которого старше азербайджанской нации. Это только один переулок. Далее в Москве, прямо на Красной площади, один из куполов храма Василия Блаженного назван в честь Григория Армянского, в память того, как армяне рука об руку с московитянами воевали против татар. А азербайджанцы вроде как у нас тоже из татар закавказских будут. Так, и вот этот армянский полк пушкарей государевых, штурмовавший цитадель Золотой Орды, был заслужен и увековечен царем-куполом на Красной площади, в сердце российской столицы. Это середина 16 века. Я уж не останавливаюсь подробно на институте восточных языков в Москве, основавшем армянской семьей Лазаревых из Персии в 1815 году. То есть армяне в Москве не только отстаивали город, чтобы жить там, но и привнесли образовательное учреждение. И одно из крупнейших, известных на то время, восточных институтов России и Европы. Вот с чего начинали армяне Москвы. Вот с чего начинала армянская диаспора Москвы. Поэтому и диаспора грамотная, и лобби умная. Образованные люди руководят киноконцернами, средствами массовой информации, печатными органами. Образовываться нужно, а не только в Черкизово речку сушить. Да никто не спорит, что в Москве много руководящих медийщиков армян. Маргарита Симонян, Russia Today, Ашоп Габриэлянов, Life News, Карен Шахназаров, Мосфильм, Александр Акопов, президент кинокомпании ОМЕДИА, ведущий Роман Бабаян, куча продюсеров, журналистов, операторов. Но кто мешает медитировать азербайджанцам? Ну а как получилось так, что армяне и армянская лобби, диаспора, о которых вы сказали, которые засели в СМИ, да, они так действуют вседозволенно? То есть нет никаких контролирующих рычагов со стороны российских соответствующих институтов и структур? Нет, господин ведущий, представьте себе, никто не контролирует, потому что это не Азербайджан, чтобы контролировать целыми структурами журналистов. Это не Ильхамовский султанат и не Эрдогановская Турция, чтобы гнобить в тюрьмах журналистов за острое словечко в адрес султана. Я понимаю, что это дико для азеросМИ, о таком бы они только мечтали, чтобы их не контролировали. Но я сам журналист и знаю, что в России, слава богу, журналистов не садят в тюрьмы за критику. За критику азербайджанцев тем более. Да и не нужны вы вовсе российским журналистам, армянам, чтобы вас критиковать. Вас и без армян достаточно критикуют. Помнится случай с продюсером телеканала «Мир» Кариной Авсипян, которая выступила продюсировать предвыборный фильм с Ильхамом Алиевым и вылетела со съемочной своей группой в Баку. И что вы думаете? Карину попросили покинуть Баку только потому, что она Авсипян. А эта женщина родилась в Москве и никогда не имела никакой неприязни к Азербайджану, к азербайджанцам тем более. А теперь имеет, правда она умная женщина, неприязнь ее лично к Ильхаму, который побоялся ее женщину. Так как так получилось, что армян в Москве не контролируют? Ну, я думаю, потому что нет пока такой политики, может никто и вопрос не ставит. А может не хотят? Вы знаете, я вот не думаю, что не хотят. Просто для российской руководства, мне кажется, это не является какой-то такой проблемой. Мне кажется, Азербайджан должен ставить этот вопрос. Действительно, у Азербайджана в этом есть опыт. И журналистов преследовать, и тех же армян преследовать. Может и впрямь дать возможность Азербайджану преследовать российские СМИ, где вкалывают журналисты армяне. Меня удивляет ответ полномочного представителя президента России. Либо он икры там накушался и сам не ведает, что его язык вертит. Либо он настолько глуп, что сказал, не подумав. А ведь слово «не воробей» нагадит, не отмочься. Дальше больше. Я вот, например, считаю, что ваш телеканал, посудил, единственный русскоязычный телеканал, конечно, он должен быть во всех спутниковых пакетах на территории России, чтобы люди не только азербайджанские диаспоры, но и просто россияне, которые не говорят по-азербайджански, тоже могли смотреть новости какие-то про Азербайджан. У нас очень многие люди, не говорящие по-азербайджански, очень хорошо относятся к Азербайджану, и хотели бы и новости смотреть, какие-то репортажи из Азербайджана. Тем более на русском языке. Да. Давайте продвигать этот вопрос. Да-да-да, вот я считаю, что нужно обязательно ваш телеканал включать во все пакеты. Я тоже за двумя руками. Ведь программа «Спокойной ночи, малыши» кочует из канала на канал. У телекомпании «Класс», которая делает эту сказку, появится серьезный конкурент в виде сказки на ночь. Только для взрослых. Дети уж точно не уснут после 24-часовой армянофобии и портрета Гейдара Алиева. А если серьезно, то в Москве есть АРМ-ТВ. Почему бы не быть АС-ТВ? Хорошая идея. И все же, кем считает Россия для себя Азербайджан? Стратегическим союзником, стратегическим партнером, торговым партнером или просто добрососедской страной? Вы знаете... Учитывая всю эту поддержку, которую оказывает Азербайджан в международных структурах России. Вы знаете, у нас же ситуация меняется настолько быстро. Ситуация меняется настолько быстро, что пока в спину не ткнут Россия, помидоры будут поступать. А Азербайджан и Турция вроде как одна нация на две страны. Поэтому зависит от того, когда будет удар в спину. Турция тоже была союзником во всех смыслах, вплоть до военных. Несмотря на то, что она член НАТО. Но это России не мешало. Как не мешает и то, пока не мешает, что союзник Азербайджан убивает на границе граждан Армении, страны, которая в общем блоке с Россией. Ну, как говорится, мало ли кого убивает Азербайджан. Не россиян же. Так что, как сказал Марков, ситуация действительно меняется в России. Через чем, быстро. Ну, между тем, Армения считается в России стратегическим союзником. То есть, Россия считает Армению своим стратегическим союзником на Южном Кавказе. Что мешает России сделать ставку на Азербайджан, а не на Армению? Непонятно, что это. Может, это банальная ревность? Союзник это уже не просто очень хорошее отношение, а это отношение закрепленное. Это вот как разница между гражданским браком и, так сказать, уже зарегистрированным. Законным. Да, можно сказать о том, что в России брак с Азербайджаном, он такой вот гражданский. Но иногда гражданский брак, он крепче и искреннее, чем законный. Ну, конечно. Формальный. Конечно. Точно, ревность. То есть, Азербайджан на правах любовницы. Брак с Россией не зарегистрирован. На правах приходящего мужа. Хорошее определение. Учитывая, что законный муж Азербайджана – Турция. Дальше ревность ханумки зашкаливает и включается Азерпроп. Нарочно не придумаешь. Внимание. Внимание, вопрос. Ну, вот интересно. На Валдайском форуме президент Путин высказал такую мысль, что развал Советского Союза – это была величайшая трагедия 20 века. Правильно? И вместе с тем известно, что именно Армения и армянские сепаратисты положили начало, вложили свою лепту в развал этого Союза. Теперь, как логически это понять? Как получается, что страна, которая была в основе этой величайшей трагедии, как ее называют Путин, развал Советского Союза, она числится в союзниках России? Вы только представьте, сколько имен пыталось развалить СССР. Трумэн, Картер, Гитлер, Рейган, Тэтчер. Великие силы, великие политики, тираны. Никому не удалось. А армянские сепаратисты взяли и развалили одна шестую часть суши, находясь на крошечной части той же самой суши. Интересно, Запад знает об этом? Ведь, по сути, армяне воплотили мечты империалистов 20 века. Воистину легендарна армянская нация. Кстати, обратите внимание на ответ Маркова и чего он ответил. А главное, как. Мы армянским националистам участия в развале Союза не просили. И им это строчку, так сказать, вот в эту негативную, в черную, это очень еще надолго будет заполнено. Мы все хорошо помним, как они там, так сказать, у вас хорошая память. Это мы не только, да, мы Россия, да. Мы-то им не забыли, безусловно. Марков даже забылся, кто он. Мы Россия, да? Думаю, Марков сам не понял, к чему клонил ведущий и чего надо было отвечать в это время. Но на правах гостя чего-то все же надо было ответить. Вот он и ответил растерянно и прерывисто. Мы, мы, мы Россия? Да, да, Марков, Россия вы. Более того, что вы Россия. Вы еще и представитель президента России. Тем не менее, решил загладить свою билиберду и сменить тему, сделав уже лицо серьезнее. Кстати сказать, когда Владимир Путин говорил о катастрофе, конечно, Первая мировая война, Вторая мировая война были больше катастрофы, чем распад Советского Союза. И Путин имел в виду прежде всего о гуманитарном характере катастрофы, когда 25 миллионов русских внезапно оказались живущими за пределами своих государств. Кстати, ни одного русского в Армении. Да. И русского языка нет в Армении. Совершенно верно. А этот все не угомонится. Переводит разговор на армянскую тему. Больные люди, ей-богу. Что касается больного ведущего, который боится самой Армении и не бывал, там утверждает, что в Армении нет ни одного русского. А Марков все на правах того же гостя, снова языком поддакнул, чтобы понравиться. Согласился с ведущим, сдав тем самым русских, живущих в Армении. Нехорошо, Марков. Нехорошо. В колодесной я, русский, проживаю в Армении более 13 лет. Недавно посмотрел передачу, где Марков говорит о том, что в Армении не живут русские. Правильно ли я понимаю этого человека, то, что меня, русского, проживающего в Армении, так же, как и всех остальных, он не считает за русским? Сидя в гостях в Баку, этот человек, так называемый депутат, бросает камень в нас, русских, Армении, во всех армян и плюет на историю взаимоотношений Армении с Россией, которая длится свыше 10 веков. Вы, господин Марков, не только ли заблюдничаете, но и придаете интерес русского народа. Для нас в Больше, в Армении не считаетесь русскими. Яковенко Юрий Иванович, председатель общественной организации Россия Республики Армении. Директор средней школы «Славянская», член Всемирного координационного совета российских соотечественников. Совсем недавно мы услышали заявление о том, что в Армении вообще нет русских. Нас это удивило. По последней переписи населения в Армении 16 тысяч русских. По нашим данным, по результатам наших социологических исследований, проведенных в 17 филиалах нашей республики, их количество составляет на сегодняшний день от 10 до 12 тысяч. Воспроизводство русской общины происходит, и поэтому делать такие заявления, я считаю, просто это проявление непрофессионализма и отсутствия любой информации. Кононова Татьяна Тихоновна, зампредседателя общества России Республики Армения. В Армении еще существует село Лермонтово, село Фиолетово, в которых есть русская школа по месту нахождения и проживания молоком. Где-то порядка 5 тысяч еще там сохранилось. Васильева Альбина Ивановна. С 1993 года член общества России и член Координационного совета общества. Естественно, школа очень большое значение имеет для Республики Армения. Я думаю, что в дальнейшем мы с большой любовью работаем здесь, работали и будем работать. Белаусова Татьяна Степановна, педагог средней школы Славянская, педагог начальных классов. Мы пытаемся сохранить традиции, традиции русского народа. Отмечаем праздники, такие праздники, как Масленица. Сардарова Майя Арташисовна. Я работаю заучием в средней школе Славянской. Я что хотела сказать. Я сейчас сидела, слушала своих коллег и я вспоминала мое детство. Прежде всего я хочу сказать, что моей бабушке было 18 лет, когда по заданию правительства их переправили в Армению. Они жили в Ростовской области, переправили в Армению, чтобы строить цементный завод. И здесь моя бабушка вышла замуж за русского, родились дети, две девочки, в том числе и моя мама. Мама вышла замуж за Арменина. И вот парадокс жизни получается так, что мама русская, но родилась в Армении, а мой отец армянин по национальности, но родился в России. Это после 1915 года. Моя бабушка вынуждена была бежать во время генназии. И она вышла замуж в Армаге, в Краснодарский край. И потом, после войны, переехали сюда в Армению. Я Короткова Наталья Юрьевна. Преподаю в Славянской школе. Работаю здесь уже 7 лет. Преподаю русский язык и литературу. Я со своей стороны пытаюсь, ну, учу их русскому языку, хотя они прекрасно владеют, конечно, все русским языком, прививаю им любовь к русской литературе, к классической литературе. Мы очень часто проводим творческие вечера, посвященные Сергею Есенину проводили, и Брюсову проводили. И вот сейчас, пожалуйста, 20-го числа, если вы хотите, у меня будет открыт урок, посвященный Марине Цветаве. Пожалуйста, приглашаю. Если есть желание, можете посетить. Думаю, этого достаточно. Достаточно, чтобы двух оппонентов, больного и его собеседника по палате, вербально отмутосят за русских, которых в Армении якобы нет. Как вы понимаете, и остальная часть программы была посвящена армянской теме. Карабаху, сепаратистам, армянским, разумеется, и прочее. Марков даже намекнул, что хорошо бы и Турцию в этот карабахский диалог подключить. Теперь бы он этого, естественно, точно не сказал. В Баку Марков побывал до удара Турцией в спину российским ВВС. Все это вы можете сами просмотреть до конца. Я имею в виду эту программу с Марковым в Баку. Хотя, напомню, Марков прибыл в Баку в качестве наблюдателя парламентских выборов в Азербайджане, которые проигнорировали в Европе, Европейским Союзом в целом, понимая, что там нет никаких демократических выборов и быть не может. Эта тема в интервью практически не обсуждалась. У кого что болит? В Азербайджане болит голова, арминотит головного мозга. Маркову даже пришлось восхитить ведущего своими познаниями азербайджанской народной песни. Давай, до свидания, как у нас сейчас популярная, как вы знаете, в Москве песня. Ты только такой, давай, до свидания. Вот такие нынче в Москве популярные песни. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok